Уважаемые друзья, у нас время подходит к концу. Есть у кого-нибудь еще вопросы, последовательно нужно обсудить? Пожалуйста. Максим Леонардович, хочу задать такой вопрос. У нас в Астрахани остановили троллейбусные движения. Трамвай закрыли 10 лет назад. Сейчас у нас остались в городе только один маршрутный газет. Говорят, рельсы продали в Уран. Правильно? Рельсы говорят в Уран продали. Нет, говорят утонули. Кто не был? Сейчас у нас остались брошенные пассажиры, такие как инвалиды, инвалиды-колясочники, пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, которые, например, не могут передвигаться на маршрутных газетах, не залезть, не пройти, ничего. Вот как нам быть? Голосовать за кого хотите. Что я могу сказать? Так хорошо живется в Астрахани. Нам так и рассказывают, как тут волшебно живется. Я считаю, что современный экологический транспорт, сделанный в интересах горожан, это просто... У нас Путин же сказал, что у нас Европа, они вместе сверкли. Европа у нас от Атлантики до Тихого океана. Правда? Как Европа, я хорошо знаю. Я свободно владею несколькими европейскими языками, в Европе жил, живу, бываю часто, там и так далее. Даже в бедной Греции городской транспорт электрический все равно, как говорится, развивается. Но в нашей части Европы, скажите так, мы видим совсем другую картину. В нашей части Европы у нас в основном такие развиваются виды транспорта, которые максимально отравляют воздух и заражают среду общества, которые основаны на бензиновых двигателях и так далее. Поэтому, да, они заменили электрический транспорт, экологически чистый, на маршрутки и на автобусы, которые газуют. Что, наверное, старые, вряд ли новые, да? У нас одни газели. Газели, вряд ли это новые современные газели ЭКО-2 с требованиями Европейского Союза, с выхлопами там какими-то микроскопическими. Я думаю, это хорошая, проверенная, газующая и отравляющая, подобно душегубке, окружающая среду газели. Правильно? Ну вот, видите, вот и ответ. Потому что им просто всем наплевать. Наплевать, что мы с вами и с нами. У самих у них все хорошо. А как мы будем выживать? Ну так белым колонизаторам на дегров в Наминии тоже наплевать будет. Что там? Поэтому вот и ответ. Я за трамвай. Я за трамвай не затролируюсь. У меня короткий вопрос. Давайте. Ваши вопросы мне очень нравится. Советский Союз был. Я была членом коммунистической партии Советского Союза. И был комсомол, который заботился о молодежи. И человек, если заканчивает учебное заведение, он по направлению едет отрабатывать. Кому-то место, значит, как-то там родители где-то искали. Ну, в общем, молодежь не была грошена. Сейчас я много раз бываю на избирательных участках. Участок молодежи идет голосовать. Почему? Потому что молодежь никому не нужна. И куда идет эта молодежь? Вы были в Сан-Аксар? Это Южная Мордовия. Сколько там молодых парней? В этом каком-то монастыре в Сан-Аксарском, где когда-то жил наш этот Кушаков генерал. Вот там их тысячи молодые парни. Недалеко Демельский монастырь. Молодые девчата, съездите туда, посмотрите. Зачем они там в дюрьме сидят? Там кругом леса. И вот поле, речка, не помню, Мошка, что ли, как-то так речка называется. И они там. Я с ними, мы там приезжаем. Я несколько раз туда ездила на целые сутки. Я общительный человек. Я с парнями поговорила, я на стройке работала. Васьевна, а что вопрос? Вы понимаете, вот вопрос такой у меня. Пусть Путин займет за молодежью. Почему ему наплевать на молодежь? Я бы так не сказала. Зидание вдаваться не будет, но молодежь ему явно не наплевать. Вот почему он сюда к нам не бредит? Я его бы спросила. А как ты займешься молодежью? Почему молодежь на молодежь наплевать? Я с ним. Почему вся молодежь уходит на танки? Слушайте, Путин только что сказал на предыдуемом митинге, что наши дети, наши внуки, наши там правки будут жить счастливы. Его, его внуки. Их. Естественно, да. Все равно волшебно. Вы просто задаете этот вопрос. Да, Лидия Васильевна, а вы должны сказать, я Путин и задать вопрос не могу. Меня к нему не подпустят больше никогда в жизни, я вас уверяю. А Павла Николаевича Владимировна, я ваш наказ передам обязательно. Я скажу, что их внуки будут жить так. Значит, мы должны о наших детях заботиться, о наших внуках сами. Да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!